ВЫСОКОГО ГОСТЯ ВЫСОКОГО ГОСТЯ Трубы уже абсолютно пришли в неугодность. У нас был ремонт в 2007 году. И он был не капитальный, а косметический. С элементами. Да, с элементами такими небольшими. Замен уже совсем проходившихся. Юрий Липатов прошел по всем четырем этажам и оценил масштаб предстоящих работ. Поврежденная плитка в коридорах, отваливающаяся штукатурка и краска в кабинетах. Подтеки и трещины на потолке и стенах. Все это будет исправлено в рамках государственной программы здравоохранения Подмосковья. Первое, что приятно, что деньги Московское областное правительство для реконструкции этой поликлиники выделило. Мы сейчас берем на контроль то, чтобы в организационном плане здесь все проблемы решились довольно-таки оперативно. Задача стоит такая, чтобы к концу следующего года реконструкция уже произошла. Я думаю, что в перспективе будет решаться вопрос и обновление медицинского оборудования. Лечебное учреждение не остановит свою деятельность. Большинству работников больницы не привыкать работать в условиях ремонта. 12 лет назад он уже проводился, хоть и не такой масштабный. Мы по этажам закрывали поликлинику и даже по кабинетам и делали ремонт. Сейчас планируется, возможно, даже стояками перекрывать, чтобы будут меняться трубы, чтобы удобно было замену капитальную сделать труб всех и коммуникаций. Без этого невозможно качественное проведение капитального ремонта. Поэтому мы будем работать при ремонте и будем стараться обеспечить наше население необходимой медицинской помощью. Не только здание взрослой поликлиники включено в плановые ремонтные мероприятия, но и здание третьего хирургического отделения ВРКБ, а также административный корпус психиатрической больницы на улице Лесной. По заявлению Юрия Липатова, общая сумма выделяемых из регионального бюджета средств ориентировочно составит 230 миллионов рублей. Ход работ депутат будет контролировать лично. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.